Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители! В эфире передача Суберисоц. Я ее ведущий Турсунбек Амурзаков. Совсем недавно в столице Аргентины Буанес-Айресе прошли юношеские Олимпийские игры. Казахстанская сборная выиграла 10 наград, из них 4 золотые. Я просто думаю, что это очень большой успех для наших спортсменов. И сегодня гость нашей студии, официальный представитель Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан, Джигер Серикович Асбергенов. Мы вас приветствуем в нашей студии. Игорь Серикович, вот этот успех в Буанес-Айресе наших юных спортсменов, как вы ее оцениваете? Достаточно ли такое количество медалей для наших юношей? И какие могут быть перспективы на следующих играх? Ну, в первую очередь, позвольте поблагодарить вас за проявленный интерес к Олимпийскому движению. И спасибо большое за поздравления. Конечно, да, успешно выступили наши спортсмены на юношеских Олимпийских играх. Завоевали, как вы уже отметили, 10 медалей различного достоинства. Из них 4 это золотые медали. Что отрадно, и то, что радует, это то, что наши спортсмены сумели завоевать медали не в традиционных для Казахстана видах спорта, да, скажем так, в борьбе. Ну, и в этот раз и в боксе была медаль, и в дзюдо, но также появились такие виды спорта, как гребли на байдарках и каное и велоспорт. Ну, вы сами понимаете, что гребли на байдарках и каное – это один из таких популярных видов спорта в Европе, скажем так, где в основном побеждают европейские спортсмены, ну, и азиатские тоже в том числе. И то, что наш Диас Бахредин, молодой парень из Казаларды, сумел завоевать золотую медаль, это очень радует. Радует то, что у нас есть спортсмены, которые завоевали золотые медали в велоспорте. Это два наших молодых спортсмена будущего казахстанского велоспорта, можно сказать, это Глеб Брусенский и Евгений Федоров, которые в итоговом зачете обошли своих соперников почти что на 150 очков. То есть на этих Олимпийских играх в велоспорте разыгрывались только два комплекта медали, один среди юношей и, скажем, и среди девочек. И в этом году организаторы проводили ее как комбинированная гонка. То есть если раньше ты мог выиграть медаль, например, скажем, в групповой гонке и в гонке на время, то в этот раз спортсмены еще состязались в таком виде спорта, как маутинбайк. Это такие уже совсем другие велосипеды. Наши спортсмены, они имеют больше навыков на шоссейных велогонках. Но ребята полностью именно нацеленно готовились к этим играм. Они провели всю подготовку и на маутинбайке прошли, и очень здорово показали себя на этих. Очень здорово. Игорь Сергеевич, ну вот как вы считаете, вот в этом году достигли таких успехов 10 наград, 4 золотые. Вот следующие Олимпийские игры, какие у вас цели? Достаточно ли того, чтобы 10? Или вы хотите больше? Или, может, 2 золотых достаточно? Но все-таки большая конкуренция. Ну, конкуренция очень большая, я вам скажу. Да, вот, например, в Буэнос-Айресе принимали участие около 4 тысяч спортсменов из более 200 стран мира. То есть это каждый отправил своих спортсменов, чтобы они выиграли медаль. Самых лучших. Самых лучших, конечно. И попасть в топ-15, это очень здорово. Но в спорте все амбициозные люди, да, и ставят амбициозные задачи. Естественно, естественно. И наши ребята тоже это понимают, когда вот поехали на эти игры и сумели показать себя с лучшей стороны. И еще хотел бы, знаете, что отметить. Это не только спорт, но это еще и дружба, отношения между спортсменами. Я вот первый раз был на юношеских Олимпийских играх. И когда мы вылетали из Астаны туда, все ребята разрозненно сидели. Каждый сам по себе, каждый вид спорта сам по себе. А когда мы уже оттуда вернулись, они были уже совсем другими детьми. Они уже сплоченные, единый коллектив. Вообще идея... Казахстанская команда. Казахстанская команда. Национальный Олимпийский комитет вообще ставит перед собой такую цель объединять всех вокруг идеи Team KZ. То есть, чтобы все разные виды спорта общались между собой, поддерживали. И это вот мы воочию увидели на этих юношеских Олимпийских играх. Когда ребята, представители, скажем, из зудо, велоспорта, гребли, пришли поболеть за наших юных боксеров, как они поддерживали, как они гимн пели, это дорогого стоит. Конечно. А, Сергей Сергеевич, вот действительно, вот эти молодежные, то есть, юношеские Олимпийские игры, затем, говорится, вот взрослые Олимпийские игры. Вот эти спортсмены, которые выигрывали в юношеских, они постепенно перейдут, наверное, во взрослые. Они себе покажут. На взрослых Олимпийских играх вы всегда поощряете тех людей, которые выиграли золотые медали. Как вот с этим обстоит дело на юношеских Олимпийских играх? Есть ли поощрение, мотивация, чтобы выигрывали такие соревнования? Да, конечно. Ну, это прерогатива уполномоченного органа, да, Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, где есть постановление, да, наши спортсмены, которые показали себя на юношеских Олимпийских играх, получат денежные премии. Это прямо предусмотрено, конечно. Это тоже мотивация для юных спортсменов, то есть, тоже в таком возрасте, ну, не помешало бы, да, им тоже, да. Улучшить, кто-то может улучшить свои жилищные условия, например, которые проживают в регионах, так что это хорошее подспорье. Цифра какая? Это абсолютно выражение. 10 тысяч долларов за золото, 5 тысяч долларов за серебро и 3 тысячи долларов за бронзовыми, да. Еще помимо спорта, еще хотелось бы что добавить? Вот ребята туда съездили, вообще юношеские Олимпийские игры, это главная цель Международного Олимпийского комитета, это вовлечение спортивной молодежи к Олимпийскому движению, да, это во-первых. Но и в то же время они ставят перед собой такую цель, чтобы ребята, ровесники из разных стран общались между собой. И вот после окончания соревнований я вот разговаривал с ребятами, которые уже съездив туда, поменяли свое мировоззрение, им подходят и говорят, ага, надо, говорят, оказывается учить английский язык, надо что-то наравне со всеми общаться. То есть ребята уже это увидели, чтобы, ну, на международном уровне, чтобы общаться со своими ровесниками, поддерживать связь, им еще надо и преодолеть вот этот языковой барьер. И вот я думаю, что вот по приезду ребята, многие, может, и пойдут на курсы английского языка. Это тоже в будущем, конечно, пригодится. Да, большая мотивация. Тришник, действительно, вы говорите, что кроме спорта есть и другие стороны человеческой жизни, которые спорт мотивирует, движет. Ну, я вот думаю, что вот развитие спорта в Казахстане, вот сейчас для молодежи вы проводите вот такие международные большие соревнования. Вот какова ситуация вот с развитием олимпийских дисциплин в Казахстане? Какие перспективы, чего не хватает, что бы хотелось бы? Да, конечно, у нас в стране олимпийский спорт развивается. Это, ну, все знают и видят. Но в то же время, конечно же, есть и проблемы в этом, в этих видах спорта. Вот по поручению президента национального олимпийского комитета Тимура Скороевича Кулебаева, представителей НОК Казахстана, в течение трех месяцев объездили все регионы. В первую очередь, это чтобы воочию самим увидеть, что происходит в регионах. Ведь не секрет, что кадровая подпитка идет именно с регионов. Сборная команды Казахстана в основном представлена региональными спортсменами. То есть на местах должно идти развитие. То есть в первую очередь, это там должны развиваться наши детский спорт, массовый спорт. Оттуда уже выходят чемпионы. То есть уже оттуда выбирать. Это уже фундамент всего спорта высших достижений. На самом вершине стоит спорт высших достижений. Это те ребята, которые участвуют на олимпийских играх, на чемпионатах мира. А основа основ – это, конечно же, детско-юношеский спорт. А это развивается в регионах. Ну, вы знаете, да, что вот с нового года казахстанский спорт работает по-новому. Есть новая модель финансирования, ранжирования видов спорта. И согласно этому выделяются государственные деньги. В регионах тоже есть перечень приоритетных видов спорта, куда надо выделяться средства. То есть, чтобы не было уклонов в одну сторону. То есть, действительно, вот развитие вот этого молодежных видов спорта, как говорится, с тем, чтобы, говорит, наша молодежь больше занималась спортом, были крепкими, здоровыми. Вот все-таки, наверное, бывают такие случаи, что вот молодой человек в юности подавал надежды, был хорошим спортсменом. Потом он не может добиться тех успехов, которые он раньше добивался. Чем это связано? Как нужно в этом плане, говорит, поставить вопрос? Вы знаете, здесь, конечно, много факторов на это влияет. Но здесь же и ответственность тренеров, которые готовят. Некоторые для достижения, например, каких-то сиюминутных результатов, да, в таком юном возрасте форсируют подготовку спортсменов. И все соки выживаются именно в юношеском возрасте, а когда при переходе во взрослую, уже спортсмен уже не может показать те результаты, которые он показывал в юношеский год. Здесь это очень большая проблема на самом деле. И вот надо в этом направлении тоже работу вести, работать, потому что вот эти звездочки, которые появились в юношеском спорте, их надо прям довести до взрослого, чтобы в будущем они представляли нашу страну на крупных международных спортивных событиях, как Олимпийские игры. Здесь очень много факторов, вот я говорю, как и тренерская ответственность, в первую очередь. Юрий Сергеевич, это очень здорово, что, конечно, от многих факторов это все зависит. Вот в начале нашего разговора вы говорили, что мы выиграли такой вид спорта, который более развит в европейских государствах, что вот это, а вот какие виды спорта вот у нас наиболее развитые и какие надо вот развивать с тем, чтобы, как говорится, выигрывать Олимпийские игры? В Казахстане на самом деле, да, вот многие культивируются Олимпийские виды спорта, и наши спортсмены, можем сказать, да, национальной сборной команды, там более 25 видах спорта, да, Олимпийских дисциплинах, участвовать на Олимпийских играх, вообще отобраться даже, выиграть лицензию на Олимпиаду, это уже большое достижение, я думаю, потому что во взрослой Олимпиаде участвуют только лучшие из лучших, и быть в числе их, это уже можно оценивать как большая честь и большое достижение. И как-то, ну, все вот эти виды спорта, которые были перечислены, да, вот мы говорим, где мы выиграли медали и в Ребле, они очень перспективны, все эти виды спорта, мы могли это увидеть и на прошедших азиатских играх в Индонезии, где наши байдарочники выступили на высоком для себя уровне. То есть все виды спорта имеют свои перспективы, и вот мы сейчас по итогам юношеских Олимпиад видим, что есть ребята, потенциальные спортсмены, будущие призеры, да, вот эти, которые спортсмены, даже те, которые не стали призерами, но проявили себя очень хорошо. И в той же Гребле есть маленькая девочка из Козлорды тоже, да, Ельнура Нурланова, она буквально была в шаге от пьедестала, была четвертой. Или наши девочки велосипедистки, которые по итогам стали шестыми, это вот по всему миру на Олимпийских играх они стали шестыми, вот тоже есть перспективы. Конечно, большая честь, среди такого количества стран. Но, как вы говорили, что вот успех зависит от той базы, где занимаются наши дети, и от тренерского коллектива. То есть как готовятся вот наши тренеры, почему вот в какой-то области тренеры были успешные, а в какой-то области недостаточно. Вот у нас же не было вот тех тренеров, которые занимались вот греблей там, или еще каким-то, или у нас они появились, или какие-то условия? Нет, у нас, конечно, есть хороший тренерский состав. Также мировой тренд, да, это привлечение известных иностранных специалистов в качестве консультантов национальных сборных команд. Например, в той же Грибле в команде главным тренером работает специалист из Беларуси, господин Шантарович. Его отец возглавляет сборную Беларуси. В Беларуси добиваются они медалей на Олимпийских играх. Помимо подготовки, вот тренеры, которые привлекаются для работы с национальной сборной команды, они помимо подготовки спортсменов, также готовят и наших молодых тренеров. То есть такая задача стоит, чтобы они не только спортсменов готовили, но и готовили кадры для казахстанского тренерского цеха, молодых специалистов. Сергей Сергеевич, вот такой момент. Все-таки, говорится, мы, страна, поднимаемся, развиваемся. Денежных средств не так уж много, как в развитых странах. Не можем в полной мере выделять те средства, которые бы хотелось бы. Ну и вот есть такое мнение, что больше денег выделять на те индивидуальные виды спорта, которые мы делаем успехи, как борьба, бокс. Вот сейчас возьмите Головкин и ряд других профессиональных спортсменов, которые вышли из Казахстана и поднимают знамя Казахстана на международной арене. То есть, можно так сказать, Бразилия. Это там, где действительно, можно так сказать, футбол, Канада, хоккей. Мы на эти виды спорта выделяем достаточно денежных средств. А вот в тех видах спорта, которые бокс, там еще что-то, может быть, на эти виды, как кубинский бокс, чтобы действительно, говорится, кубинские боксеры были такие. Вот Кокпар возьмите, казахский. Чтобы действительно мы по национальным видам спорта закрывали всегда и забирали все золотые медали. Как вы считаете, почему надо развивать те, которые, может быть, ну, хоть они и массовые, но, как говорится, надо развивать. Ну, для этого в этом году и была внедрена, да, вот новая модель финансирования, которая именно ранжирует виды спорта. То есть, есть группа А, группа Б, группа С. То есть, в соответствии с такими мировыми успехами, которые имеют данный вид спорта, он получает, например, финансирование в таком-то объеме. Есть виды спорта, которые находятся в группе Б, где у них чуть менее успешные, ну, они, соответственно, получают чуть меньше. Но если эти виды спорта из группы Б, например, добиваются каких-то хороших успехов на международной арене, то есть, они могут повыситься в следующем году, например, уже в группе А быть представлены. То есть, это, ну, справедливая модель распределения финансовых средств, которые выделяются. То есть, эти виды спорта тоже должны развиваться. У нас и, в принципе, да, и бокс, борьба, вот дзюдо, вот эти виды спорта получают финансирование. Но также у нас есть и виды спорта, которые, находясь в другой группе, но показывают хороший результат. Что делается для того, чтобы вот была стабильность выигрышей, стабильность того, что, говорится, вот наши спортсмены едут на Олимпийские игры, и они всегда будут радовать победами и, как говорится, поднимать там наш казахстанский флаг. Спорт – это же есть воспитание патриотизма. Да, это и здоровье, и это же очень прекрасно, что вот у нас такой будет хороший спорт. Какие перспективы вы рисуете, и какие проблемы надо решить? Ну, Национальный Олимпийский комитет совместно с Министерством культуры и спорта, да, и в этом году, и будут в дальнейшем эту работу продолжать. В первую очередь, это создание всех условий для качественной подготовки наших спортсменов. Следующий год – это предолимпийский год. Уже начнутся разыгрываться первые лицензии на летние Олимпийские игры, которые состоятся в 2020 году в Токио, в столице Японии. И сейчас все усилия будут, конечно же, направлены на качественную подготовку, но наши зимние виды спорта тоже начинают свой зимний сезон, они тоже не останутся без внимания. То есть они тоже будут по плану, где должны участвовать, там и будут принимать участие, им тоже создаются все условия. Хотелось бы сказать, что должна быть еще и наука в спорте, комплексный научный групп. И вот в этом году совместно с Министерством, Национальный Олимпийский комитет по поручению нашего президента, Олимпийского комитета Тимура Скарыча Кулебаева, начали внедрять вот эту работу по укреплению национальных сборных команд со специалистами комплексно-научных групп. Ну, туда входят и психолог, и врач, и массажист, то есть те люди, которые тоже вносят свою огромную лепту, чтобы спортсмен добивался хороших результатов. И есть такие, например, виды спорта, где до этого никогда не было, например, врача или массажиста, и которые с ними бы ездили бы на все этапы подготовки, то есть на учебно-тренировочные сборы, на какие-то этапы Кубка мира, на соревнования. И эта работа тоже ведется. Верселик, вот два слова буквально. Какие новые виды спорта добавятся в следующих Олимпийских играх к тем традиционным видам спорта, которые есть? Ну, добавятся виды спорта, такие как карате. Это каратедо. И эти ребята уже показывают хороший результат. Кстати, на юношеских Олимпийских играх по карате наш молодой спортсмен Абельман Сурбатар Гали из города Атрау сумел завоевать бронзовую медаль. Он был единственным спортсменом от Казахстана в этом виде спорта. И карате будет представлен на Токийской Олимпиаде. Также есть вид спорта скалолазани. Тоже перспективный. Тоже наши ребята показывают неплохие результаты. И вот данный вид спорта тоже будет представлен на Олимпийских играх в Токии. Сергей Сергеевич, большое спасибо за такой интересный, информативный такой рассказ о наших спортсменах. И чувствуется, вы любите свою работу, любите, говорится, спортсменов казахстанских. Желаю вам успехов. Уважаемые телезрители, на этом наша передача завершается. Аман Сау Волонсдар. Редактор субтитров А.Семкин